Осмыслить историю, извлечь из нее уроки и не допустить повторения трагических ошибок. Как это сделать, как не на примере войн, кровопролитий и особенно братоубийственных гражданских столкновений. Один из ярких примеров – Вешенское восстание донских казаков против большевистской власти 1912 года. Оно и стало главной темой открытого урока истории на подворье Донского монастыря в поселке Зеленоградский Пушкинского района. Этот урок – один из целой серии мероприятий, объединенных общей темой – жертвенный подвиг солдата. Конечно, для нас главная даже не история как таковая, а мысль, которая за ней стоит. Сегодняшний урок был посвящен теме сложной, теме гражданской войны. Мы хотим дать некую прививку от гражданской войны. Все равно показать настолько страшно, когда брат идет на брат и поднимает руку родной человек на родного человека. На подворье собрались реконструкторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Московской области. В том числе и из нашего округа. Для ребят работала полевая кухня и тир 13-й сборной бригады по страйкболу. Показательными выступлениями встречал собравшихся конный театр при Доме культуры за Речным в городе Щелково. Как могли действовать казаки в строю конном? То есть у нас все связано с кавалерией, история кавалерии, подготовка кавалерии. В мероприятии приняли активное участие и отряды юноармии. Движение набирает популярность по всей стране. Юноармейцы прибыли в качестве волонтеров и оказали ощутимую помощь организаторам. Мы стояли по периметру, следили, чтобы дети не выходили за пределы. Но главные гости урока – это, конечно же, школьники. Для них провели подробную экскурсию по подворью, рассказали об основных этапах Вешенского восстания. Впрочем, с этим трагичным моментом истории они могут познакомиться и в художественной литературе. В романе Михаила Шолохова «Тихий дон». И это не просто историческая справка, а живой пример, как братоубийственная война разделяет семьи и вносит раздор между близкими людьми. Особенным гостем мероприятия стала народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, исполнившая роль Натальи в экранизации романа. И ее пожелание актуально в любое время. Чтобы не было войны и распри. И чтобы люди, которые живут в России, работали на Россию и сражались за нее, чтобы она расцветала. И вот, когда ребята уже погрузились в атмосферу прошлого, пришло время основного действия – реконструкции Вешенского восстания. Причем урок получился самым что ни на есть настоящим. Все действия реконструкторов комментировал историк. И вот она, братоубийственная гражданская война. И они восстали и выгнали большевиков из своей земли. С точки зрения преподнесения исторической правды, очень важно было сохранить ту грань, вот именно взаимной вражды. Никого не ставить виноватым и показать, что гражданская война – это трагедия для любой страны, которая в ней участвует. Это урок мужества, чтобы дети не забывали историю наших предков, вообще историю России. Я считаю, это огромный плюс, что мы сюда приехали. Дети получили очень много информации по Первой мировой войне. Потому что один из великих когда-то сказал, если мы забудем эту войну, то начнется новое.